Забор плоти, игрушки и веселый мёрт на волну. Зажигать огоньки на ёлке собрался весь город. Начало, как и положено, сказочные испытания, которые благодаря Деду Морозу и его помощникам преодолели без проблем. А потом немного волшебства, и главная городская ёлка раскрасилась огнями. Ёлка Красноярская, Али! Дорогие дети, уважаемые красноярцы, я с огромной радостью поздравляю вас с наступающим Новым годом. Сегодня в эти дни исполняется ровно 80 лет, как в нашей стране возобновлена замечательная традиция ставить ёлку в канун Нового года. Именно 80 лет назад эта традиция после 15 лет забвения была восстановлена. В этот раз главная ёлка Красноярска поменяла место дислокации. Её установили на острове Татышев, и горожанам такие перемены пришлись по вкусу. Вообще очень красиво в этом году, все знаки зодиаков, во главе петушок стоит, очень замечательно. Замечательная идея, что в этом году центральную ёлку поставили именно здесь, на Татышево. Тут очень много свободной площади, тут куда безопаснее, чем в центре города для маленьких детей. Ёлка выросла на Татышево в Ледовом городке. Здесь и работа участников фестиваля конкурса «Волшебный лёд Сибири» и скульптуры, составляющую космическую тайну зимней сказки. По доброй традиции новогодний праздник был организован при поддержке почётного гражданина Красноярска Хазрета Савмена. Ну а всего в этом году радовать огнями красноярцев будут 500 ёлок. Пусть улягутся метели, заискрится лёгкий снег на верхушке старой ели. Год закончил свой разбег. Лавдия Стельмахович, Михаил Ткачук, Афонтова новости.